Андрей, поставьте, пожалуйста, вчера, на первом уроке я просто немножко сделать порядок. На прошлом уроке мы разбирали первую лекцию Рава Шерки, и то, что я хотела здесь просто подчеркнуть в смысле структуры, как он ее построил, более или менее. Оно устроено так, что, в общем-то, он начинает с вопроса, который возникает у человека. Не при изучении Тары, а при общем взгляде на мир, например. Какой смысл в разделении народов, какой смысл в избранности Израиля. И это беспокоит не только Рава Шерки, это беспокоит всех, потому что пока мы не понимаем, какой это смысл, мы находимся в каком-то таком недоумении по поводу того, что такое вообще иудайзм. Но ответы на эти вопросы он дает через прочтение определенным образом писания. В данном случае начало книги Берешит, он пользуется комментариями Раши, он пользуется Медрашами. Это во многом путь Манитума, мы видели, что он тоже соотносится с личным опытом человека и с теми вопросами, которые у него возникают. Но это не дает ему ответы, как философ, основываясь на каких-то умозаключениях самого себя, а принимаясь за основу Тару в таком прочтении, которое открывает нам глаза на смысл. И мы дошли, по-моему, до разбора вот этого, насколько я помню, каким образом слово «решит», про которое мы говорили, что он открывает первую книгу Таре, как его правильно нужно понимать и Рава объясняет, почему, разбирая этот стих с точки зрения человеческой логики, прилагая логику, даже не отчасти, не опираясь даже на какие-то комментарии, до того, как он дошел до комментариев Раши, он предлагал задуматься вообще, а что этот стих нам говорит. И в конечном итоге приходится признать, что надо искать какое-то дополнительное значение в этом стихе, потому что иначе непонятно, какую информацию он несет. А первая фраза Тары должна быть очень важной, не случайно с нее начинается Тара, и это вообще все, всякое начало, оно очень важно для любого автора, тем более для такого текста. И поскольку Рав пришел к выводу, что трудно понять на самом деле само по себе, что, какую информацию несет этот самый стих, это значит, что мы не умеем правильно читать, если читаем мы вначале. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это непонятно, для чего говорит это, и поэтому отсюда мы уже ищем ответ в комментарии Раши. Вот я немножко забыла, мы до какого места дошли, Андрей. Андрей? То есть мы разобрались, что ради решит, и теперь что такое ради решит? Что это такое решит? Мы говорили об этом, да? Ради решит? Что, во-первых, то, что ради чего-то сделано, да, и сотворен мир, это указывает на то, что у мира есть цель. Где мы остановились, вы помните, да, и ответ, ради решит, да? Да, да, вот я выделил. А, ну вот давайте прочтем. И тогда я должен определить, что это за решит, ради которого был сотворен мир. То есть есть какой-то решит, на который намекает нам этот стих, но поскольку я не знаю, что такое решит, он остается загадочным, да? Но вообще говоря, этот способ трактования загадочных слов, непонятных слов в Писании, он довольно часто употребим Раши и другими комментаторами простого смысла. Для того, чтобы понять, что это слово означает, мы должны найти его в другом месте, в Танахе или в Таре, там, где его смысл более ясен. И на это же опирается Раша в этом комментарии, да? Но пока он об этом здесь не говорит, это, наверное, мы увидим дальше, да? Тогда я должен напределить, что это за решит, ради которого был сотворен мир. И это также означает, что вся история творения далее, то, что мы знаем, как первый день, второй день, третий день, четвертый день и так далее, это все не хронологический порядок, а порядок ценностей. Потому что изначально мне сказано, что мир создан ради какой-то ценности, и поэтому то, что нам рассказывается, его как порядок творения, это порядок не хронологический, а порядок ценностей, да? Логика понятна? Да, мне кажется, это еще следует, ну, нужно сказать тем, кто не знает, что корень слова решит, это Раша, это голова. То есть это означает первый, но первый в том смысле главный, то есть от головы. И это как раз намекает, что не первый, второй, третий, а первый, второй в смысле главный, менее второстепенный и так далее. То есть вот об этом, мне кажется, здесь тоже говорится. Нихама, то, что ты сказала, мы, это Беринский Гаун, по-моему, учил, да? И его ученики учили уже дальше. Чтобы понять, что за слово, надо найти его первый раз в Торе. Но дело в том, что слово решили... Это немножко другое, да, это тоже есть. Нельзя будет по другим словам, которые будут решить, понять... Нет, нет, это не совсем так. Я не совсем про это говорила. Это немножко другое. Когда ты уже знаешь значение слова, то тогда первый, когда ты его встречаешь в первый раз, тогда ты можешь осознать его важность, допустим, или понятие в контексте более правильное. Но, например, целое, да? Откуда мы знаем, что такое целое? Да? Что Раша говорит? Это страна, потому что сказано, как вот страна у Мишкана. Мишкан где у нас упоминается? Нет, даже не книги Берешит, книги Шмот, но второй книги. Но поскольку это слово не очень понятно, оно очень мало встречается целое, ребро или грань, да? Очень мало встречается в таре. То мы идем в другие места. Это стандартный прием комментаторов Пшарта. Я про это говорю. То, что ты говоришь на более высоком уровне, что когда слово встретилось в первый раз, оно указывает на какое-то очень важное значение, безусловно. Это немножко другой аспект. А еще можно вопрос? А вот всем понравилось, все поняли слово не хронологический порядок, но все-таки, может быть, это слишком жестко? Да, наверное, немножко жестко. Допустим, шаббат, седьмой день. Если тут хронологии нет, давайте устроим во вторник шаббат. Давайте? Нет, нет. То есть хронология тут есть. Ценностей больше, конечно. Да, да, да. Ну, я согласна. Вообще, честно говоря, это немножко трудно сформулировать, вот Монету говорит, что вообще мы, это вещь нам непостижимая. Все дни творения, потому что никого там, мир в его творении, это не то, что мы в состоянии постичь своим умом. Поэтому, как это вообще все происходило, это нам, для нас все равно загадка. То есть то, что мы оттуда можем извлечь, те вещи, которые нам проясняют, именно в смысле нашего понимания ценностей, вот это вот важно. То есть есть и хронология, но главное здесь это ценности, а не сама хронология. Да. Если небеса и земля были сотворены для начатка, решит, то значит начаток был уже до самого процесса творения. Нет. Ради, ради чего-то, что будет дальше. Вы решили. Дальше, дальше. Секундочку, мы до этого еще, наверное, не дошли, да, Андрей, я немножко, ну, вы меня извините, просто я сегодня у нас была пламенки наших бабушек, я вот как оттуда, как бы, я немножко, поэтому я хотела сначала даже отменить. Я немножко теряюсь, я не успела просмотреть, где мы точно остановились. Мы не говорили еще, решит, правда, этот комментарий раньше не приводили. Он там приводит пример, я служил для ради Рахели, по-моему. А, это было, это было, да, ради Рахели. Он еще это, мы это читали уже, да? Да, это читали. Вы видели, что это за решит. Не хамон. Да, да, поэтому это не значит, что это ради Рахели, он еще Рахель не получил для того, чтобы ее получить потом. То же самое и здесь, ради какого-то решита, ради реализации какого-то, какого-то плана, какого-то важного аспекта мироздания. Ради этого, ради решита, сотворены небо и земля, и все остальное тоже. Но решит уже есть, только он еще не реализован, он проявится позже. Да, тут, мне кажется, это имеет в виду, что если Яков служил ради Рахели, он знает, ради чего он служил, да, что если ради решит, то изначально он имел в виду какой-то решит, ради которого сотворил. Вот вся мысль, пока что, мне кажется, была цель. Ну, то есть идея идет впереди, а потом уже... Да, да, конец действия в начале замысла. Правильно. Да, Анихам, а как соединить вот то, что мы не забегаем наперед, как будто не знаем, первый раз читаем, а с другой стороны мы идем в поиске за словом далеко в Тору? Я тоже не помню, вот честно говоря, то ли это Рав говорит в других уроках, то ли он уже здесь читали. Нихама, просто Рав об этом говорит все время на всех уроках. Обязательно. Он говорит правила изучения Торы, читаем и не знаем, что в следующем посуде. Да, не, 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 я не это хотела сказать. Это с одной стороны, А с другой стороны, он говорит, не знаю, может быть, не всюду, но во многих местах тоже, что должно быть двойственный взгляд. С одной стороны, мы читаем даже этот стих, еще как бы не знали, какого будет продолжения этого стиха. А с другой стороны, тем не менее, мы должны иметь в виду то, что будет дальше в контексте будущего. Просто я хочу сказать, что один раз, у него же внимательные ученики в его студии, там, где он преподавал, где он говорил эти уроки. И вот один раз Равшерки забыл про этот порядок и говорит, а сейчас, смотрите, через 20 пасуков, а ученик поднимает и говорит, а вы настолько что учили ровно час назад, что мы не знаем, что впереди. Он сказал. Нет, на самом деле, я не помню, в этой лекции или в одной из следующих лекций вот этих, мне кажется, он говорит о том, что мы обязаны все время именно видеть с двух сторон. Это он в этой говорит. Должно быть первый раз как будто, ну, на самом деле первый, а второй раз мы уже со знанием дела. Это в этой лекции? Да, я думаю, что да, но мне вопрос не об этом. Поэтому мы все время смотрим это с двух сторон, это нормально, да. Ну, во второй раз мы считаем в десятый раз, но в десятый раз мы продолжаем сохранять это видение первого раза и знаем при этом то, что будет дальше, да. Извините, Таня, я вас перебила. Ну, я имела в виду, что с одной стороны мы как бы не знаем, читаем, как будто не знаем, а с другой стороны мы лезем дальше в туру и смотрим такое слово, которое... У нас двойной взгляд такой, вот это об этом же Раф Шеркер уже тоже говорил, да. Получается, да, получается таким образом, но это как бы важный момент и в частности он тоже вытекает из этого положения, что ради чего-то, ради какой-то ценности мир сотворен, это означает, что Тарани занимается вопросами, которые волнуют ученых, а именно в каком порядке был сотворен мир. Ученые много занимаются вопросом, что предшествовало чему, то есть хронологии. Что было раньше, растения или животные? Предшествовали звезды Солнца или Солнце звезды? Как происходил большой звезд? И всеми этими важными вопросами хронологии, порядком времен в мире и так далее, которые исследует наука, Тарани занимается совсем. Это правда, на самом деле, хотя мы все знаем, или те, кто не знает, можете отметить это, что есть большое разногласие между комментаторами, следует ли вообще Тара хронологическому порядку, или вообще не следует, или обычно следует, но нарушает этот хронологический порядок, когда есть важность именно ценностная. Но, так что не то, что, как Дима правильно заметил, тут вообще нет хронологии. Хронология есть, но она в некотором смысле вторична. То, что волнует Тару, это волнует прежде всего ценностей. Когда будут мудрецы обсуждать, почему человека создали последним, то они будут говорить, вот именно такой порядок был нужен, чтобы даже человек понял, комар какой-нибудь, и то может быть круче его. То есть, в данном случае, мудрецы, когда комментируют время создания человека, они учитывают хронологию, и они учитывают порядок времен, то есть, как делают, как ученые. А другой Медраж говорит наоборот. Поскольку человек самый главный, и как приглашают гостя к трапезе, да, сначала накрывают стол, все приготовлено, все растет, все цветет, и тут он ходит. И тоже учитывают хронологию. И тоже учитывают хронологию. Замечательно. Поэтому, на самом деле, мы тут учим очень важный принцип, что мы видим, или стараемся видеть Тару сразу под несколькими разными углами. И, безусловно, это очень важная вещь. Хронология есть, но, тем не менее, ценность более важная вещь. А с другой стороны, например, мы читаем так, как будто мы видим в первый раз, но, тем не менее, учитываем то, что будет дальше. И это, в этом как бы проявляется гениальность, объемность Тары. Тут еще такой принцип, насколько есть технический, что Тора была вначале сказана, то есть Муше спускался с горы, рассказывал про заповеди, а потом он записывал. Поэтому не обязательно там, что, ну, просто записывал, как записывал. Поэтому мудрецы в какой-то момент могут сказать, что вот это событие произошло там не в этом месте, а до предыдущего события. И я это уже упомянула. По этому поводу есть разногласия между Рашей и Рамбаном, Нахмонидом. Раша считает, что нету, вообще не обязательно, чтобы была последовательность. А Рамбан считает, что обязательно, но, тем не менее, в некоторых случаях она нарушается ради какой-то важной вещи. Но даже он считает, что если есть какая-то важная идея, например, или важный вывод, или важная ценность, ради нее Тора может изменить порядок хронологический. А вот в самом Берешите, ну, Решите, есть Ахерит уже? Не поняла. Ну, в самом начатке, ну, в Решите, есть уже? Таня, я могу задать твой вопрос, который ты хочешь задать. Просто ты его задаешь уже два или три года, поэтому я знаю, что ты хочешь спросить. Ну, а два-три года, а ты это как задашь вместо меня? Таня хочет спросить, если в самом начале творения в слове Решит, Ахарит. То есть, если в самом начале творения уже существующий, планируемый конец творения. Да, я думаю, да. Если он, особенно, если мы говорим, что ради чего-то, значит, предполагается, что... Но, с другой стороны, это только в планах, мы не знаем. План был, и он реализуется, и об этом мы дальше почитаем. Да, ну, спасибо. Ну, я просто хотела сказать, что тогда нету... Но оно находится вне времени и пространства, в принципе. Ну, это мы сейчас залезем в какую-то сложную философию. Ну, ладно, не будем. Это немножко отклоняется от темы урока, да? Потому что об этом сейчас как раз... У нас же был вопрос изначально. Изначально Рам задал вопрос, который как бы относится ко всей Таре, ко всему иудаизму. Что такое? Зачем вообще нужен Израиль? Который такое почему-то центральное место занимает в нашей... В Ихней Библии или в нашей Таре? И почему вообще нужно разделение на народы Израиля? И действительно, нужно ли он? И вот отсюда мы возвращаемся к Таре и пытаемся прочесть ее как следует. И что это за решит, видимо, даст нам ответ на этот вопрос. Но, может быть, не совсем полный. Потому что еще много чего приходится дальше изучать. Есть такой еще пример, что история – это как напиток, который нам в сосуд налил Ашем, а мы его пьем. И то, что он наливал первым, то мы выпьем последним. То, что находится на дне, оно было туда помещено первым. А тот, кто пьет, он его, соответственно, будет получать последним. Ну да, софмасэммашавадский лад, да? Да. Первое задуманное, последнее реализовано. А если сделать дырочку? Вот поэтому женщинам нельзя учить талмуд. Потому что такие вопросы никому не приходили. Неправда, неправда. Конечно, приходили. Никому затронул. Никому пошутил. Я шучу, видите, я шучу. Все, я молчу. Женщина как раз тот персонаж, который последним приходит на приготовленный стол. Потому что она-то сотворена последней как раз. Совсем последней. Нормально. Ну да, вроде бы. Пойдемте дальше. Андрей, прочтем следующий отрывок тогда, да? Ага. Теперь я хочу понять, что зарешит. Мы вот дошли до этого. Что это зарешит-то? Мы вот как-то все время к этому движемся. Теперь я хочу понять, что это зарешит, ради которого Бог сотворил небо и землю. Медраши приводят различные значения этого понятия. Есть в Медрашах семь различных предложений, что это зарешит, ради которого стоило сотворить мир. Но я разъясню это проще. Говорит пророк Ишаяхов. Предвещаю от начала, начало здесь слово решит в оригинале стоит, от начала конец. Если есть у мира начало, то есть и конец. Ну, я еще дам такой совет, когда что-то мы видим, какую-то цитату, хорошая практика, залезть в нее и посмотреть контекст. Контекст, да. Да, это, значит, 46.10. Вот Всевышний говорит. «Вспомните прежде бывшее испокон веков, ибо я Бог, и нет иного, Бог и нет подобного мне. Предвещаю от начала конец, вот эта фраза, из древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, совет мой состоится, и все, чего желаю я, сделаю». Собственно, тут как бы есть уже конец, да, решит то же самое слово, которое в Берешит, и конец. И здесь мы еще учим, что как бы поскольку Бог, Он всемогущий, если Он что-то захотел, то это обязательно исполнится, да. И Он поставил какой-то конец истории, которую замыслил изначально. Но путей к этому концу может быть огромное множество, потому что у человека есть свобода-выбор. То есть у нас есть два как бы незыблемых постулата, что то, что Бог решил, это обязательно сбудется. И второе, то, что в процессе вот этого пути до точки В, там, у нас есть свобода-выбор. Очень здорово, да. На самом деле оно очень подробно разъясняет эту идею. И тут просто, как бы, то, что здесь в одном слове, в первом стихе Берешит, у Ишаева это развернуто на несколько предложений. Но не случайно, вот он приводит эту цитату, безусловно, потому что она объясняется. То есть теперь мы знаем, что есть цель, и второе мы знаем из Ишаева уже, что она будет обязательно реализована. Да. Так, ну тогда идем дальше, если нет вопросов. Да, это означает, что есть чего достигнуть. Если мир начинался с хаоса, то это означает, что невозможно ничего достигнуть, некуда стремиться. Да, и здесь мы возвращаемся... Это казалось бы, как бы, это называется в Гемаре-Хавамине, а эти, я бы мог сказать, да. Угу, угу. Так, ну, тогда дальше прочитаем, там как раз разворачиваемся эта идея. Я представляю, что мир начинается с хаоса, она довольно общая. Она не только у нас здесь, все начинается с того вагу, у нас тут, да, хаос. Тоже в начале, как бы. И он не только у нас, он и в других культурах существует. Такая идея, что все изначального хаоса. Да. Ну, тут, мне кажется, дело в том, что если мы говорим о Творце, который сотворил мир из ничего, да, то мы, наблюдая за миром, изучая его опытным эфирическим путем, не можем достичь ту точку, в которой он был сотворен, да. И вот здесь как раз расхождение наше с греческой мифологией, как здесь приводится. Ну, и я конкретно там на своем опыте много общался с различными индуистами, буддистами, да. И у них вот у многих нет такого понятия, как трансцензионная личность Творца. Вот. Единая природа, там, перетекающая в разные состояния, и вся она божественна, но нет чего-то вне ее. То есть вот эта идея, она достаточно новая, да. И отсюда следует сказать о том, что был такой Творец, вот именно трансцендентный, в неположный миру, да. Отсюда же следует, что у него есть цель, он как-то может ее передать. Мы можем узнать только извне, если нам кто-то передаст. Вот. Отсюда получается вера мудрецов, да, что был избран народ Израиля, с которым этот трансцендентный Творец вошел в контакт. И, соответственно, они это знание передают, что есть в неположный Творец. И единственный вариант – это только вот поверить им, потому что проверить мы это, ну, в данном состоянии никак не можем. Тем не менее, мне кажется, вот мы сейчас прочтем дальше. А Маймонид против, Андрей? Вот он как раз представитель греческой мифологии, да, под влиянием которой он сильно находился. Нет, он против того, что Маймонид считает, что человек может постичь своим разумом, я думаю, постичь эту идею. Но то, что я хочу сказать, даже не споряя с той или другой, не вдаваясь в различия между двумя подходами, что, помимо этого, все-таки то, что Рас сейчас будет описывать, у нас возникают две картинки. То есть, подход греческой мифологии, то, что мир начинался с хаоса, и, в общем, ничего другого, как быть, у него не может быть, какую он рисует нам картину? И какую картину рисует подход иудаизм? И в этот момент, может быть, разум человека может постичь это, может, он его не может. Но, я не знаю, скажет это, я уже не помню, Рава или не скажет, но мне кажется, что это очень важно увидеть разные картины и понять, что у человека есть свобода выбора, в какой картине мира жить. В картине, в которой мир то, во, во, в которой нету, на самом деле, никакой цели божественной, которой он идет. Или, ну, мы сейчас их прочтем дальше. Я представляю себе, что вы знакомы с греческой мифологией. В греческой мифологии еще до богов все начинается с хаоса. Это то, что в Торе называется тоу-ва-воу. Грек читает Тору, начиная со второго стиха. Ну, я напомню, вначале Бог сотворил небо и землю, да, то есть это какой-то порядок, причем который начинается с неба. И потом уже идет вот второй стих, с которого читает грек. Но если все начиналось с древнего хаоса, который только впоследствии организовался, то это значит, что нам некуда идти, так как всякая вещь должна вернуться к своему корню. И в конце концов мир вернется к хаосу. Это подобно тому, чему нас учит термодинамика в учении об антропии. Второй закон термодинамики говорит, что мир постепенно разваливается и теряет существующую в нем энергию. Так что в конце концов он вернется к полному отсутствию порядка. Ну, физики, которые среди нас, это понятно, да, что все сравняется. Закон, это довольно простой закон, когда мы складываем два предмета, один горячий, другой холодный, то тепло переходит из одного предмета к другому, сравнивается их температура. И это базовое, как бы с точки зрения физики, базовое устройство мира, что все время происходит сравнивание температур. И постепенно... Михаил, а меня Рафшерки учил критически ко всему относиться. Вот смотрите, когда он говорил про Решит, он говорит, Тара и наука ничего общего не имеют, Тара не занимается вопросами науки. А потом он говорит, а наука первая не нами. Это называется, колдунов нет, а вы знаете, мне колдун, что рассказал. Это, по-моему, ты передергиваешь. Он говорит, у нас разные цели. Наука занимается тем, что она хочет, исследует мир определенным способом, находит какие-то законы, ее интересуют порядок и так далее. Нас интересуют ценности, нас интересует мораль. Мы просто занимаемся разными вещами. Но это совершенно не значит, что мы в науке не можем находить какие-то идеи, которые параллельны духовным идеям. И на самом деле, в лекции, которые Рафшерки читал про Тару и науку, про Тару и науку, несмотря на то, что, вообще говоря, на сегодняшнем этапе, мы видим их, довольно-таки, несогласованными и занимающимися разными вещами, он приводит там слова или идеи Рава Куха, Рафшерки, что в конечном итоге мы увидим единство всего. И на самом деле не может быть иначе. То есть на сегодняшний день нам, конечно, кажется, что они занимаются разными вещами. Это видно, что они занимаются разными вещами. Это занимается моралью, это занимается физикой, как падают предметы. Но в конечном итоге, когда мир продвинется к какому-то гармонизации, абсолютному знанию, мы увидим общий корень, который лежит у всего. Поэтому на сегодняшнем этапе никакой проблемы нет видеть примеры в окружающем нас мире, в науке, примеры некоторого общего закона. На самом деле, даже это объяснение не нужно было бы, потому что Раф здесь описывает греческую философию. И он говорит, что греческая философия устроена по науке. Она думает так же, как современная наука, что мир придет к тепловой смерти Вселенной. То есть увеличение энтропии приводит к тому, что все становится одинаковым, температура одна, и нет никакой общей ноль, никакого движения, ничего такого. Но мы-то вообще говоря, видимо, придется науке развиваться, если мы поверим Раву Куку, что все в конечном итоге должно прийти к некой единой системе, то, наверное, наука найдет какой-то выход, потому что иудаизм думать не надо. Иудаизм не считает, что все идет к тепловой смерти Вселенной, и все идет к хаосу. И мы надеемся на науку, что она тоже найдет выход, какую-то другую теорию более обширную построить, которая включит все. Они же не знают план, поэтому они и не знают, что все идет к гармонии. Но... У них другие инструменты, как бы опыт, исследование, анализ, которые как раз у греков идут. Все правильно. Это на сегодняшнем этапе развития науки. Но на самом деле, по идее, по логике Рава Кука, я больше ничего не могу сказать, то, что у него очень, так сказать, в книге «Уратоходы» уже очень много, о том, как мы справляемся с противоречиями, как мы к ним относимся, как они могут гармонизироваться в каушке. Так или иначе. Но это отдельный совершенно вопрос. Но, как сказать, в идеале он считает, что и наука, и тара будут говорить об одном и том же. И... Возможно, даже научный метод как-то откроет этот вот простор, который нам предсказывает иудаизм, который говорит о том, что все идет не к смерти, а к жизни, не к хаосу, а к воплощению идеалов, к тому, ради чего мир создан. Хорошо, тогда двинемся дальше, если нет вопросов. Однако Тура открыла нам, что еще до хаоса было решит. Это означает, что был план, есть воля, из которой все проистекает. И если есть план, то это означает, что все, что мы видим по дороге, любое отсутствие порядка, хаос, все это временно. Но от начала и до конца есть надежда. Таким образом, мы можем сказать, что первый стих Туры должен научить нас оптимизму. Есть тот, кто сотворил мир, и у него есть план. И если у него есть план, это значит, что в конце концов все будет хорошо, даже если сейчас плохо. Поэтому хорошо знать, что мы изучаем книгу, главная идея которой – это оптимизм. И он должен сопровождать нас в течение жизни. Прекрасно. Ну, в общем, когда у нас есть выборы, то лучше выбрать такой, я думаю, взгляд на мир. Ну, тут еще вопрос, конечно, почему эта цель, она хорошая. Откуда мы знаем, что она хорошая? Откуда мы знаем, что сотворил небо и землю, что небо – это хорошо? Вода может затопить, а земля может засыпать. Это пессимист будет рассуждать, наверное, так, да? Я к тому, что цель хорошая, мы можем опять же только постичь верой, что нам сказали мудрецы. На самом деле, тут есть, может быть, это не ответ на вопрос, но это просто соображение в сторону. для человека, даже когда, мы не знаем, она хорошая или плохая, мы только знаем, что есть цель. Это значит, что есть движение, есть какая-то миссия у нас, есть что-то, что мы должны сделать, есть куда стремиться. Когда человек, оказывается, так сказать, в ситуации, когда не для чего жить, неважно, для хорошего, для плохого, я, может быть, приведу пример из Франкла. Виктор Франкл это человек в поисках смысла. Наверное, многие читали эту книгу, да. В этот случай, я, может, расскажу тем, кто не знает, может просто прочесть, кто это такой. И как у него родилась эта, его теория, что для человека в необмену важно ощущать, что в жизни его есть смысл. И там есть пример в этой книге, насколько я помню, что к нему приходит такая женщина, которая тяжело больна раком, мучается от болей и так далее. Ну, какой может быть смысл? И в конечном итоге она находит смысл в том, чтобы переносить свои страдания так, чтобы не доставлять боли и переживания своим близким. то есть на самом деле это не, это выходит, вот это вот, и она обретает смысл и с ним живет. И это ей помогает чувствовать себя важной, нужной, дает жизни ее смысл. Поразительно, тут нету уже даже, как бы, понятия, это хорошо или плохо. Человеку очень важно ощущать, что в жизни есть какой-то смысл. а то, что мы когда-нибудь дойдем, может, до того, что поверим в то, что это хорошо, что Бог приведет нас к хорошему, к концу, а не к плохому. Но вот этот оптимизм, на каком-то этапе мне кажется, достаточно, что есть смысл вообще в этой жизни, а не просто все идет к хаосу и смысл тогда никакого. само наличие смысла это хорошо. Мне кажется, мне кажется, я как бы высказываю. Раб об этом и говорит. Смотрите, одно дело, мы живем, и у нас в планах где-то нас червячки маленькие скушают через некоторое время, и никто меня не вспомнит, а есть что-то, может быть, хорошо мне будет потом, после смерти, может, плохо, но цель-то есть, вот есть конечность, а есть некое продолжение, вот об этом, наверное, Раб говорит. Есть еще какие-то мнения? Вот это как бы дает основу для оптимизма, хотя мы всегда обычно думаем, что оптимизм это тот, кто говорит, что будет хорошо, а пессимист, который говорит, что будет плохо, но вы знаете, все, конечно, этот анекдот, когда пессимист говорит, хуже уже быть не может, а оптимист говорит, может, может. Так что это все. Да. Продолжен? Да, тогда продолжим. Я хочу сделать из этого очень интересный вывод. Тот, кто не оптимист, его нельзя назвать верующим. Но тот, кто говорит, что он не верующий, но при этом он оптимист, это знак, что он верующий, даже если он сам этого не знает. Иначе на чем основан его оптимизм? Оптимизм не означает наивность. Оптимизм не утверждает, что в ближайший период или в середине пути будет хорошо, возможно, будет плохо. Но даже если будет плохо сразу же или в середине пути, в долгосрочной перспективе нам обещано, возвещено от начала, что будет в конце это из-за шаяу. И поэтому у нашего мира есть смысл. Здесь мы видим основную идею Тора, которая учит нас, что у мира есть смысл и в итоге мы увидим, что так же и у человеческой истории есть особый смысл. История это в конечном счете центральная арена действий Творца мира. Вот за такие фразы некоторые люди очень любят Равошерки. Вот это, то, что сейчас мы прочитали, особенно про оптимизм, это классический, любимый наш Равин Ури Шерки. А кто не любит оптимизм? Это созидание. Нет, ты не поняла, ты не поняла. Он оптимистов назвал верующих, а верующих оптимистами. Понимаешь, так построить фразу, так сформулировать может только Рав Шерки. А, ты сказал просто, что так из-за этого любят, и я подумала... Нет, мне кажется, если я, извините, что я тебя буду комментировать, что ему нравится некоторая парадоксальность, нетривиальность этого фразы самой, правильно? Да. Дима это любит. Да. Но это не только арена действий. История? Центральная арена действий, Творца Мира, да? Ну, он постановщик, а мы актеры там. Это уже дальше не путать, амплуа, как поет. Но я не думаю, что мы... Мы должны вспомнить, что мы не просто творение, мы проявление Аши. Понятно. Поэтому мы входим в понимание Всевышнего. Ну, как его проявление, правильно? Ну, тут, мне кажется, еще идея такая, что, во-первых, у него есть цель, во-вторых, она осуществится. И своим он эту цель рассказал, то есть он как бы выдал сценарий. Вот. И те, кто знают, что будет в конце, те, кто знают режиссера, там, сценариста, они стараются играть по сценарию. И это дает им шанс дойти до конца, это дает им мизм и так далее. Андрей, ну, я думаю, что всем сказано, но не все слышат. Да, это однозначно. Не откликаются. Как говорится, что слова на Синае были сказаны всем, и Аврааму, когда было сказано Лех-Леха, это было сказано всем, услышал один Авраам, и что до сих пор раздаются слова на Синае, но кто слышит, тот слышит. Ну да, то есть не у всех отклик. Например, Натан говорит, есть идея, такая-такая, пишите в личку. Вот все же слышали, а откликнулись не все. Ну, вот такого плана, ну, это так, примитивная аналогия. Да, дело как раз в отклике. Мне кажется, вот одна из центральных идей Рава Шерки это вот отклик, что вначале обратился Творец, и мы должны как-то деятельно ответить на его призыв. То есть войти в интеракцию. А я думаю, это призыв всегда, ну, просто забивается, и человек не откликается, а забивается разными вещами. Есть же еще канал, ну, что, по которому мы должны услышать этот призыв, да, что там, ну, любой человек скажет, что я слышу призыв, я слышу его в сердце, я по нему иду, и так далее, да, вот, но там сколько есть идеологии, там, учения, религии в мире, и все они говорят, что вот у нас есть какой-то призыв, мы, соответственно, ему идем. Да, но тут же есть еще, как бы, правильный канал, там, связь с режиссером, и так далее. И, кстати, про оптимизм, ведь без радости же не, ну, говорят, что, как мы учили парову куку, что если человек находится в ситуации, когда он, ой, забыла это слово, вылетело. Удручен? Удручен, то есть это хуже, чем грех, без радости, он, он как заблокированный, вот эти каналы, наверное, полностью у него, ну, почти. Ну, там сложно, мы же, так сказать, читаем книгу Розатшева, да, про раскаяние. про оптимизм и про радость. Да, да, но, в общем, Розатшев, довольно много, да, этому внимания уделяет. И, в конечном итоге, конечно, у него тоже очень оптимистичное учение. надо понимать, что это не ван милав, вот сказать, не само собой разумеется. В УДА-изме есть разные, разные точки зрения, легитимные, разные, и люди смотрят на мир по-разному, не всегда с таким уж оптимизмом. но мы это не будем сейчас подвлекаться, потому что наша центральная идея это рамшерки, которые смотрят на мир. А вот про слово хаос, можно его с... То, что в Таре сказано Тогу, Вагогу, простой комментарий говорит, что это пустое и удивительное, то есть, человек, когда бы увидел это, он был бы совершенно в полной растерянности, да, Но так может это и говорится о восприятии человека, понимании его, он как бы... Да, но в Кабале есть какие-то намеки на то, что Богу, что в нем он, что в этом странном этом месте пустом, в нем находится Всевышний, Богу. Но это как бы... В принципе, принято приводить как хаос. И ровшерки тоже к этому так. Давайте дальше. Давайте. Мы занимались только первым стихом, однако я хочу напомнить вам, что есть книга, которая называется Тикуней Зоар. Это часть книги Зоар, и в ней есть 70 объяснений слова «перешить». Если бы мы захотели исчерпать до конца каждое слово в Торе, возможно, понадобилось бы несколько лет на каждый стих. Я предлагаю не делать этого, а просто пойти вместе с общим течением стихов, и с Божьей помощью продолжим это через две недели. Можно начать следующую лекцию тогда? Как вы скажете? Вот нас 11 человек, может быть, есть какие-то мнения или вопросы? Просто в 10 часов будет еще одна лекция, только единственный урок. Ну, 10, мы не собираемся это довести. А тут остается это немножко. Почему нет? Почему так печально? А какой это урок в 10 часов? Если хотите, я вам пришлю ссылочку. Ну, что, переходим. А вот этот вопрос, который задал в чате Алексей, он, кстати, тут есть, его рано еще на него отвечать, да? Какой был вопрос, почему нет? Ну, там я в чате публиковала в зуме. Видите в Нихану. Нет? Нет. А, ну, это на фразы, на фразы афоризма, то, что публикуются на сайте. Успешность миссии поднимает в Сраиль на более высокий уровень. Я обитать буду среди тебя, и возьмет Господь в хладицу удел свой на святой земле, и снова изберет Иерусалим. А, снова изберет Иерусалим. Что значит изберет Иерусалим? Ну, на самом деле, тут нет какого-то супер глубокого понимания. Он изберет снова, это значит, что вернется Верусалим, вернется Шхина, вернется народ Израиля Верусалим. По всем комментариям. Я не помню, я отвечала или нет, но как бы там нет, я не нашла какой-то более другого комментария, кроме того, что вот это заново изберет, как бы, что значит заново изберет, он же уже один раз был избран, но ощущение такое, видимо, после избранания, что избранность эта не проявляется, ее не видно. А вот сейчас мы, когда народ Израиля вернулся в Иерусалим, в Израиль, то видно, что он как бы снова избран. Вот так я понимаю. Так что есть у нас? Еще есть вопрос какой-то? Я действительно не знаю, можно ли тут найти что-то более. А можно общие слова сказать? Я помню, что я у Рава Шерки задавал ему вопрос. Он будет у нас постоянно возникать, на каждом занятии будет возникать вопрос. Рав Шерки сказал знаменитую фразу, что, и, кстати, Рав Гитик тоже это повторяет, что в Маосебе решит, не существует шата. Это известная, да. Это известная фраза, но это значит, что, как говорит Рав Шерки, там нет Адама, там нет Хавы, там нет Нахаша, это все внутри души человека, и я понимаю это. Вот, но есть же там у Адама и какая-то одежда появляется, и ноги, и он там и ходит. Ну, хочется себе его нарисовать в голове, правильно? И Рав Шерки, я задал вопрос, говорю, ну как нет пшата? Ну как? Ну деревья там есть, в конце концов. Это же, ну, не камни, а деревья. А Рав Шерки говорит, надо всегда, когда мы начинаем искать пшат, надо понимать, что это Машаль. То есть, условно говоря, если мы представляем себе, что у меня на душе скребут кошки, ты помни об этом, что душе скребут кошки, а после этого ты можешь ногти измерять, какого цвета была кошка, она была волосатая или не волосатая. Вот, как я понял, Рав Шерки. То есть, ни в коем случае нельзя представлять себе человека, который ходит там по этому несчастному саду. Но, в принципе, если мы это у себя в голове держим, можем посмотреть пупок, там, вы знаете, все эти проблемы, которые любят некоторые люди искать. А мы про пупок учили, кстати. Мне очень понравился твой пример с кошками, которые скребут на душе. Замечательно. Но, на самом деле, если бы мы не знали, кто такие кошки и не знали, как они могут что-то скрести, то весь этот образ, он потерял бы силу. Да, все, что там сказано, оно должно рисовать какую-то картину, но надо понимать, что это не то, что не буквально. Вот как с кошками это очень точно, мне кажется, очень здорово. Да, действительно. Поэтому, на самом деле, конечно, очень важно еще, что все, что мы учим из первой главы, оно имеет моральное значение, а не фактологическое. Да, по поводу морали, кстати, интересно, мне кажется, что это тоже вытекает из того, что у мира есть цель, что она обязательно сбудется. То есть, получается, такая картина, что там режиссер задумал некую пьесу, мы в ней участвуем, он раздал нам сценарий. Сценарий — это вот как раз заповедь, да, потому что, если задуматься, некоторые говорят, ну, там и так, посмотрев на мир, можно понять, что там убивать нехорошо, воровать нехорошо, но я бы сказал, что эти люди просто не глубоко мыслили, потому что, ну, есть опять же еврейских же мудрецов такие лекции, которые тебе приведут, там множество примеров, почему убивать хорошо, там, почему воровать хорошо, да, что это дает работу полиции, там, что в конечном счете ты... Серьезно, да? Ты такое видел? Да, да, вот, что в конечном счете там, если все едино, то ты, ну, ни от кого, ни к кому не переходит, что все только в одном, да, и поэтому, если вот мы настолько глубоко заберемся, то мы можем соблюдать вот эти мишпатим, как хуким, да, что законы, которые кажутся логичными, мы на самом деле можем их совершенно размыть, там, выбить из них весь фундамент и исполнять вот эти заповеди, только потому, что это сценарии, потому что их раздал нам вот этот режиссер, да, есть даже такой термин специальный, гетерономная этика, да, что я выполняю какой-то, там, моральный кодекс, который я получил изгне, причем я не обязательно, там, должен видеть в нем какую-то логику, даже если он, там, совпадает, там, с логикой этого мира, но я его исполняю не поэтому, а потому что я получил его от того, кто сотворил этот мир, и это нужно для того, чтобы прийти к этой цели, для того, чтобы привести мир к этой цели и так далее, то есть, вот это вот все исключительно вытекает из вот этой трансцендентной идеи, что был творец, у него была цель, потому что я, например, вот, опять же, с буддистами общался, им очень сложно понять вот эту тему заповеди, да, что кто-то мне будет указывать, как я должен поступать там, ну, я понимаю и так, что воровать, как бы, нехорошо, да, это логично, но получится, что сейчас мне это логично, а в какой-то ситуации мне там по-другому захочется. Да, но при этом, тем не менее, все-таки нельзя отрицать, что и по таре, то есть, дэр хэрэцкадмальна тарат, порядочность, она предваряет и честь законы, и можно быть соблюдающим законам подонкам, например, навальбер шута тара, так он называется, поэтому совершенно необходимы оба компонента, и то, что вы говорите, Андрей, и кроме этого мораль, которую Всевышний дал нам, когда он дал нам душу, часть Всевышнего, часть Бога, как бы, вдохнул в человека, вот мы это проходили ум не то тоже, что, как бы, в этом есть различие между, между змеем, который есть природный, произведение природы, и человеком, который, у которого есть вот эта вот способность, свобода выбора, свобода выбора, не только потому, что он, не только тому, чтобы выбирать, следовать законам, но еще, чтобы различать между добром и злом, принимать решения моральные именно, и, может быть, ошибаться иногда, это постоянно происходит, что мы ошибаемся, но тем не менее, вот эта способность действовать в соответствии с моральными установками, внутренними, интуитивными, не обязательно, следующими прямо из законов, это необходимый компонент, я думаю, надо спросить присутствующих, неужели всем все понятно, и никаких вопросов нет, или все понятно, или ничего не понятно, но он, Рав Ширке сказал, несколько лет, надо одно слово берешит изучать, но мы хотим прояснить, какую-то, так сказать, линию его, которую он, ну, по поводу того, что Андрей говорил, буддистов, они говорят, что это как бы понятно, но они им понятны, потому что оно стало уже их сутью, а ведь им вложили общество, их окружение, а не просто сами по себе, им стало понятно, то есть человеку надо стать человеком, сформироваться, и это интеракция, ну, результат взаимодействия с окружающим, поэтому, я думаю, Ну, это мир такой, да, мы, может быть, действительно, на следующем уроке мы рассмотрим, вот эти вот взаимодействия, он, по-моему, отчасти посвящен этому, соотношению миров, статичного, и динамичного, и это как бы тоже все это есть в аудаизме, как это соотносится, тара, заповеди, трансцендентность, и имманентность, которые присущи человеку, поскольку он, у него есть божественная душа, лишь вместе это создает какую-то динамику. то есть заповеди, они не цель? заповеди, нет, не цель, на самом деле, это не цель, это средство, конечно, а? путь к цели, это путь, да, это путь к цели, то есть, без тары невозможно, конечно, миру, без заповеди, без закона, который Бог дает, но при этом есть просто две стороны, ну, и то, что мы как бы что-то одно исключим, это не дает возможности миру подвигаться, если только на одних заповедях, не учитывая морали, это тоже может быть разрушительно, и без заповеди, на одной как бы интуитивной морали, это мир тоже не сможет подвигаться. Можно тоже, если все молчат, задавать такие провокационные темы, смотрите, у нас есть театр, арена действий Творца мира, театр, все мы люди, актеры, есть режиссер, есть персонажи, есть даже роли, которые нам напечатали, да? А это я не согласна, насчет вот этого. Это очень даже понятно, мне кажется, наоборот. Ну, мне кажется, это мы с... По этому поводу, столько перьев сломано, именно определить, что есть у тебя роль, нет у тебя роль, насколько мир заранее все. А вопрос можно задать, не хам? Поэтому тут мы не будем спорить, вопрос давай, давай. У нас есть роли массовочные, да, которые могут держать какой-нибудь плакат, или где-то лежать в виде ступеньки. Это бнейнох, это народы мира. Нет, почему это? Родил бы одним и банок. Ну, дайте мне закончить. Это их много, и они у нас выполняют роль массовки. Иногда они проходят дьюр, и они уже вылезают там какие-то второстепенные роли, вы знаете, могут третья, второстепенные, два с половиной. Вот. Есть, условно говоря, левиты коины. Это люди, которые почти первые, первые места. Смотрите, какая несправедливость. Человек из массовки может получить вторую роль, а человек еврей, который не родился коином второй роли, он не может стать коином и получить первую роль. То есть, все-таки есть какая-то несправедливость. Ну, я тоже, вот я родила женщина, родила женщина, не могу стать мужчиной. Вот в мире очень много разного есть. Несправедливость, правильно, в театре? Это ты так думаешь, просто ничего знаешь. Нет, в театре очень много разных чего. И, кстати, я хочу предостричь все-таки, у любой аналогии есть какие-то границы. Аналогии очень помогают нам понять, представить себе что-то, но они не идентичны. То же самое, когда пророки дают какие-то примеры нам, Машаль, то, что называется, да, про овечку бедного человека, например, которую пророк Давиду привел в пример. Я не хочу вникать в подробности этого, но чтобы понять, что мы из этого учим, что Давид должен был из этого понять, мы должны понять, какие вещи тут несущественные в этом дровоучении, в этой притче, и какие существенные. И тогда мы поймем, в чем упрек пророка. Просто у каждого аналогия есть свои границы, да, так же и с театром. Я не знаю, почему ты считаешь, что есть тут массовки. Иногда, иногда, знаешь, тут есть такой стишок английский очень известный, в кузнице не было гвоздя, подкова пропала, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, враг вступает в город в пленных мечтедя, потому что в кузнице не было гвоздя. То есть какой-нибудь такой человек, который тебе кажется, что он на сотке, он на самом деле один из, так сказать, самых главных героев. Меру стран очень сложно, нет, реально он устроен очень сложно. Не хам, а самый большой оптимист. Дима, ведь мы же не знаем почему, зачем и в какой ситуации именно этот человек попал. Мы не видим всей картины, поэтому сравнивать никогда нельзя свой путь с другим. А кроме того, я вам хочу сказать, вот эти вот не массовки, а там эпизодические ролики, к примеру, мы никогда можем не помнить ни сюжета, ни фильма, ничего. Но, мол, не нервируй меня, говорил Раневский, все, это вот осталось. Потому что она гениальная актриса, тебе дали эпизодическую роль, сыграю ее гениально. Понимаете? Так что это все, это все совершенно не очевидно. То есть есть много, у нас же неизвестно, какая заповедь. Да, да, неизвестно. Вес. Да, может быть, человек там сделал какую-то маленькую заповедь, да, и это то, что вот перевесило все. На этом очень много на этом есть хасидских историй. Но давайте на этом остановимся. если есть еще какие-то интересные вопросы, с удовольствием, но уже не будем переходить ко второй лекции. Ну, я про Дерри Хэррис еще хотел сказать, да, есть там естественная мораль, которая называется Дерри Хэррис. Есть такая идея, что она не особо-то естественная. опять же, мы учим из того, что нет хронологии в Торе, что вот была положена цель, что будет дарована Тора. И вот человечество как бы подсознательно в нем проявлялась вот эта мораль, да, потому что цель стояла впереди. И подсознательно они к этому стремились. Хотя хронологически это было раньше, и они как бы к этому вышли. То есть это против логики совершенно материалистической. вот, но это следует из того, что была цель, и значит все, несмотря на то, что тут идет какой-то хаос, у всех есть свобода выбора, но тем не менее время от времени режиссер подталкивает, давай там вот сюда, там немножко, там немножко, и все как бы стремится. Ну, то есть наш ум устроен так, что мы видим вот какие-то события в прошлом, их последствия отдаются как эти, значит, круги по воде. Это сложно, да. Я не могу точно сказать, Андрей, действительно, я поняла, что вы имеете в виду. Даже наоборот, то есть могут быть отголоски от событий в будущем с точки зрения вот Творца. Безусловно, то, что есть влияние будущего на прошлое, это есть такая, у Рава Кука есть. Будущее корректирует в прошлое. На самом деле, с самого начала задано. Решит, ради решит, это значит, что решит, влияет на прошлое, да, то есть ради мессии, что-то делается ради того, и мы свидетели того, что многие вещи действительно делаются ради того, а не потому, что где-то как-то причина следственная связь не всегда главная. Но вот разделить 100% действительно я не могу очень уверенно сказать, как это делится, да, скажем, если мы прибегнем к каббалистической терминологии кругов, как по-русски, окружности и... Кава-Йоша. Кава-Йоша, да, окружности и линии, допустим, да, ну, то есть как бы это понятно, что Йошир это продвижение, это законы, это направление то же самое к какой-то цели, а круги это природа. Но на самом деле нам понятно, что естественная мораль в том числе, что Бог есть и там, и там. Можно по тексту спросить? Смотрите, я только сейчас обратил внимание, если Зогар говорит, что 70 объяснений слова баришит. это прочесть, Дима, тогда. впервые, впервые мы видим в начале Торы цифру 70, потом будет 70 народов мира, 70 языков, 70 сангедрин, 70 ликов Торы и так далее, но впервые мы видим слой бариши. Ну, то, что говорил, конечно, он хотел это в самом начале. Так там же все, даже в хвостике. На самом деле Раф Гинзбург, он там испекл, что скоро там гематриями выводит 70 поведет, он такой вообще. Плохо тебя слышно? Плохо тебя слышно, Андрей. Раф Гинзбург? Раф Гинзбург, он выводит гематриями из первой строчки там про то, что народы, которые в конце концов там и так далее. О, ладно. А мы про небеса и землю тоже будем потом говорить? По-моему, здесь по тексту статьи. Мы идем по тексту статьи, при этом каждый, так сказать, добавляет, что считает просто, я думаю, чтобы как-то прояснить. Ну, я думала, да, вот это мы решить, наберешить, а другие слова первого стиха мы тут не разбираем, получается, дальше будем идти, да? Вот Бара там, что это из ничего. Ну, Бара это из ничего. Я слышала, что это слово можно перевести не как сотворил, а проявил. можно это перевести? Мне кажется, нет. Что для начатка Ашем проявил небеса и землю. Но Раф Шерки сказал, что можно. Раф Шерки скажет, что слово Бара существует три или четыре значения. Часть из них ивритских и часть арамитских. Арамейское значение совершенно противоположное ивритскому. Если Бара на иврите это сотворить из ничего, на арамейском это наоборот наполнить. Не, не, не. Бара это вне. То есть вывести вне. А на арамейском бар это толстый, здоровый барик. То есть когда тебя наполняют. Это как раз на иврите. Но не важно. А есть еще у Его Шуа Бара когда опустошать. Вы помните когда он лес говорит берите опустошайте. Это очень интересное слово Бара. Но я не уверен что настолько мы будем с вами это дело изучать. для любителей. На самом деле конечно Раф Шерки просто здесь дает некоторую последовательную идею. Разворачивает не вдаваясь в подробности. То есть вдаваясь в подробности мы могли бы здесь оставаться очень долго конечно на первой главе. Но для Раф Шерки важно показать нам некую общую идею более-менее определенный подход не отрицать других. Но мы к слову Бара тоже проходили с Раф Мониторией. Я найду я слушала про это слово и мне понравилось вот именно про проявление что оно помогает не забывать этот момент что мы не просто творение а проявление Всевышнего проявил небеса и землю. Проявление Всевышнего меня немножко напрягает это представление и наверное нужно прояснить что что за этим имеется ввиду. отождествлять мир с Богом это в общем уже граница пантеизма там но это же не отождествлять а просто проявление видеть проявление а суть не суть то есть в каком смысле безусловно можно так сказать я думаю но надо понимать что в каком именно да потому что творение оно может показаться что там где-то творец а тут творение а тут надо соединение проявление хотелось бы чтобы было соединение но у него опять же так же как и в других вещах о которых мы сегодня говорили есть два аспекта и они каким-то загадочным образом соединяются то есть трансцендентность оторванность Всевышнего от мира а с другой стороны его нет места свободы от него как говорит нам мудрецы говорят то есть он всюду в мире как бы присутствует и это загадочная такая вещь в философии и в кабале и ее многие пытаются различными способами разрешить или объяснить ну в общем-то просто надо понимать что есть оба аспекта конечно тем не менее нельзя ни один из них ни одним из них нельзя пренебречь что оба важно поэтому когда мы говорим о его проявлении в определенной степени тут нужна точная цитата на иврите я бы сказал потому что мне это тоже сомнительным очень слышится а может быть надо найти амнительным что вот это проявление слово проявление ну я уравширке задавала вопрос когда присутствовала на уроках и потом написала ему он мне сказал да можно так сказать на английском да да ну да ну видимо поэтому я пытаюсь понять в каком контексте это может быть непонятно слово само проявить что это означает да по русски оно тоже неоднозначно но я скажу самый-самый парадоксальный кто комментирует из всех основных мудрецов Торы он слово Берешит Бара это Ибнезра вот кто кто хочет себе как бы проблем на голову и ночью не спать о Дима это по твоему пути почитайте Ибнезру про слово Берешит Бара и все правда там интересно он нагнетает обстановку говорит ла-ла-ла мудрецы говорят создал из ничего а тут есть вопрос а есть вопрос а есть вопрос а потом он ставит точку жирную говорит а умный поймет точка все то есть Ибнезра решил что его забросают камнями в тот момент средние века и он ну кому интересно тот обязательно почитайте я думаю для тех кто прочитал уже два-три раза Тору наверное будет интересно да два-три раза не так много он имел ввиду на иврите наверное нет два раза на иврите один раз на арамейском а ты на арамейском прочитал Дима что ли ну я как бы еще надо выбрать какой арамейский читать потому что Торгум имеется ввиду онкелос ункелос Торгум 2 имеется ввиду перевод ункелоса конечно но есть еще переводы Торгум Йонатана он совсем другой совершенно он гораздо более больше в большей степени комментатор он комментатор да но если кто такой Йонатан это был лучший ученик Гилеля а кто такой был ункелос это человек который прошел ги-юр а кому больше верить как вы думаете ну все это все это так сказать это как говорится который приписывает кто не знает точно ну как бы мы даже вот недавно говорили про хэром Робена Гершома в интернете одна женщина высказалась он такой хэром и сдал поскольку у него были сложности в семейной жизни это вообще неизвестно уже там через сто лет после жизни Робена Гершома Рашба сомневался что что это его хэром потому что не сохранилось оригинала не сохранилось оригинала и там много других установлений есть и там много-много-много чего поэтому как-то делать далеко идущие выводы Я знаю что Рава Ваде Йосе когда поехала массовая Илья из Йемена и каждый привозил с собой в Израиль 5-6 жен я так понимаю что Рава Ваде Йосе специально протолкнул в правительстве разрешение для этих людей но категорически не будет в будущем таких остались ли сейчас живы люди в Израиле которого есть официально в паспорте 4 жены не интересовалась 4 не 4 я не думала что у них там было 5 жен но 2 были возможно они не разрушают же семьи действительно поэтому вот да действительно им разрешили у тех кого уже кто приехал до сих пор по-моему это действительно кто привез две жены только для них было только для Алим Хадашим которые приехали которые уже были на момент приезда женат ну вот если он был сейчас приедет из Йемен с двумя женами это до сих пор будет считать мне просто интересно как эти женщины чувствуют себя когда они поняли что ну в принципе вот у всех по одной ну может быть у них тоже не у всех по нескольку у некоторых у богатых например как они себя чувствуют нормально наверное если это в культуре у них принято ничего плохого ну а может им понравилась идея с одной ну конечно это более верная идея я думаю поскольку у Адама была одна жена это как бы это может быть реальный только пшатой нету как сказал я думаю надо запись на фейсбуке выключать иначе иначе мы будем очень популярны через полчаса ты сам эту тему да ну ничего начинаем с женщины заканчиваем а кстати мы в следующий раз будем про Адама говорить ну вроде да следующий урок я думаю не дойдем до Адама не успеет почему а мы на Бара долго остановимся а нет ну мы уже прошли мы пойдем а вот мне понравился вопрос Лена у нас сегодня задавала может мы потом в следующий раз тоже остановимся 974 поколения а ну это как бы не совсем связано с темой но можно я не думаю что там есть очень много чего обсуждать может может Дима что-то добавит я я я дала как бы да 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 я получила ответ на хам спасибо большое особенно за оперативный но это так получилось что я была у компьютера не всегда так получается иногда видишь или там была свободна ладно ребят спасибо вам огромное было очень классно спасибо вам за то что вы после такого дня согласились нам дать урок ну ну очень не хотел пропускать действительно ну никама сейчас улыбается значит мы достигли своей цели мы подняли ее на ну да нет ну как бы так всем спасибо всем удачи спасибо вам очень интересно было Натан ты проявись хоть в конце а его и нету а вот он как нету вообще нету да привет я ушел в подполье вот вернулся все ну и как тебе понравилось мне замечательно я вам не мешал я очень все это одобряю чувствовалась давайте в том же духе очень здорово не хватало не хватало тебя скажу приятно слышать это всегда радует самолюбия Натан мы говорили что ты мешал во-первых ну я еще раз я надеюсь давайте не будем запись идет всех кого запись могу оставить